Привет, друзья! Всё интереснее, глубже и трепетнее становится наш разговор о вечных человеческих ценностях. И вспоминая Эммануила Канта, который в 1888 году ещё, кажется, критика чистого разума, говорил «Звёздное небо над нами и этический закон внутри нас». Ну, я вот и думал, а как же так происходит? Ну, наверное, потому что есть взаимосвязь между вечными человеческими ценностями общечеловеческими, любовь, сопереживание, созидание, сотрудничество, чувство бесценности живого. Борьба со страхом, да, быть собой – это счастье. Да, конечно, потому что когда человек снимает стресс и выходит на самое себя, и начинает мечтать, и можем вспомнить вот это состояние естественное, детское, когда я, как говорил в прошлый раз, ты никому ничего не должен, у тебя времени вагон, как говорят, да, и целая бесконечность, и никто тебя не держит в напряжении, никто на тебя не давит, и нет никакой висящей проблемы, которая заставляет тебя быть напряжением. И ты в таком состоянии естественной детскости, и соединяешь свой взрослый ум и опыт с этой детской естественностью, с помощью приёмов раскрепощения, одним из которых является, ну, пять минут хотя бы, будучи взрослым, побыть как дети, как ты был маленький, когда, ну, когда маленький ребёнок, он там, когда ему хочется плакать, плачет, когда хочется стонать, он стонет. Да, да, и первые звуки у него были, когда он был маленький, ау, ау, ну, какие-то такие, 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 какие-то, когда он был внутрирослаблен, свободен и полон энергии, да, ну, и потом начинают его формировать социум. Человек же не один, он социальное существо, и вот это формирование держит его в неком напряжении, и вот это взаимодействие с людьми, с природой, с правилами общежития и так далее, и так далее, но понуждают человека иногда выходить из себя, то есть из своего «я», как говорится, из своего комфорта, своей зоны защищённости, да, и тратить на это какую-то энергию, быть каким-то мобилизованным, например, ему надо спать, хочется спать, а его будет, иди в школу, там, или, например, он пришёл со школы и хочет там поиграть, вот что-то отвлечься, отдохнуть, переработать, тот материал, который у него крутится бессознательно и сознательно, а ему говорят, быстро ешь, садись опять за уроки, ну, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, короче говоря, звёзды над нами, и этический закон на тринадцатую совесть, нравственный закон, откуда он? Да может быть, как раз-таки он оттуда и происходит, что человек – социальное существо, и в этом социальном, ну, в этой внутренней какой-то и внешней цивилизации есть какие-то законы, какие-то законы, которые позволяют быть согласованными, целостными, но когда и в самом человеке вот эта духовно-физическая целостность обеспечивает ему нормальное протекание внутренних процессов и его свободного мышления, а может быть, вот такой момент, что вот эти общечеловеческие ценности, они как раз-таки не просто придуманы человеком какие-то изобретения, нет. Это на самом деле, поскольку человек есть результат развития, всего эволюционного развития и общения с обществом, с социуми, с выработкой второй сигнальной системы, то есть языка, а сколько мы будем с Романом Газенко делать вебинар, а он психолингвист, будет открывать нам корни сути слов. Это очень интересно, что там у нас всё запаковано, будет раскрывать, помогать нам. А я буду помогать как упражнениями нейрокибернетики, согласовывать психические и физиологические процессы в целостность. Ну, всё это будет очень интересно. И мы ещё с Шелой и Соленом будем делать вебинар. Эмоциональная разгрузка, как снять вот эти напряжения, которые накапливаются, как выйти на состояние вот этого восстановления, гармонии. Я вас не отвлекаю на разные темы, нет, нет. Смотрите, я возвращаюсь опять. Звёзды над нами и этика внутри нас. Это вопрос о совести. Совесть-то она вообще откуда? Вот она откуда, мне кажется. Она из этой вот целостности, во-первых, вселенской, во-вторых, человеческой, и что есть некое такое вот единство законов, которые и обеспечивают в человеке эту целостность, обеспечивают в нём эту совесть. Совесть – это что? Это по существу вот эти вот общечеловеческие ценности, а ведь это качество. Они же одно без другого не бывают, и любовь к ближнему, супереживание. Это же и так можно сказать. Потом, значит, сотворчество, способность к созиданию. Это же общечеловеческие ценности. Я говорил уже, заставь человека не любить, и не сможешь. Заставь его не творить, и не сможешь. Человек так устроен по природе. Он родился уже такой хороший, потому что он не просто с ним свалился. Он – результат всего предшествующего развития, всего человечества, его генетика. Ну а как же? Так вот там оно, оказывается, может быть, совесть у человека. Может быть, там. Может быть, вот эти вот законы общечеловеческие, вечные, они как раз таки ему, может быть, являются вот этим качеством, потому что не будь этих законов, люди, они очень разные. И в обществе живут люди с разными характерами, очень много разнообразных людей. Не будь что-то такое в них общечеловеческих базовых ценностей, они бы давно перебили друг друга. Ну как же? Вот это вот, например, «люби ближнего», это же ведь на самом деле не просто фраза, это вообще-то технология общежития. Это технология, которая выработана тоже тысячами лет. и сформулирована в заповедях, например, «люби ближнего». Да. Ну вот, посмотрите. И в священных писаниях это есть. Относись к человеку так, как ты хочешь, чтобы он к тебе относился. Да. И там это всё очень сказано. Вот эти общечеловеческие ценности, я просто ещё раз хочу повторить, они проистекают, проистекают из того, что в человеке, в каждом конкретном, лежит весь социум отношения социальные, отношения социальные, как раз таки, которые могут быть за счёт этих общечеловеческих ценностей. А иначе как бы люди могли понимать хотя бы друг друга, как они могли взаимодействовать, но где-то это лежит. И, наверное, вот этот вектор, о котором говорил Торстой, что среди разнообразия мира компасом является совесть, так вот, может быть, это вот и есть, когда внутри отдельного человека лежат общечеловеческие базовые ценности. Общечеловеческие базовые ценности, которые обеспечивают по законам природы возможность взаимоотношений между людьми, когда целое в одном, ну, как голограмма, ну, не знаю даже, как сказать, вы мне подскажете, поэтому Кант говорил, наверное, «Звёзды над нами и этический закон внутри нас». Этический. Вот это интересно, правда? Вот уровни-то разные, психический там уровень, биологический вообще, ментальные процессы, духовные, так сказать, эмоции, ну, много разных уровней. и вот всё это, когда целостно, то там как раз-таки целостность – это в переводе «здоровье», как бы, когда человек здоров, как говорится, то у него совесть. То есть, ну, это важные моменты. Звёзды над нами и этика внутри нас, и нравственный закон. Да, вот я соединил сейчас как общечеловеческие базовые ценности могут быть организованы в качество, вот это, и это качество называется «совесть». Я всё вот это, как говорится, соединил. Мне вообще некоторые люди говорят, что очень важно говорить о недоступном доступно. Ну, вот я долго думал, я в прошлый ролик посмотрел, комменты прочитал. Спасибо вам огромное. Поэтому о Канте сказал, вспомнил. Оказывается, мы сдавали экзамен по философии, я тоже помню, сдавал экзамен. Мы формально ко всему этому относились, но мы же не переживали это всё вот так вот. Мы вчера пережили вместе с вами очень большую эпоху, такую переломную, потому что мы вдруг стали обсуждать вопросы, которые на самом деле сегодня всех волнуют. Как оставаться человеком, чтобы сохранить разум на Земле? Потому что только человек может сохранить разум, потому что он, во-первых, созидающий, потому что иначе будет какая-то там астрономическая ситуация, метеорит какой-то упадёт, базу всю материальную инфраструктуру вышибет, и что, нам опять пещерный век возвращаться, что ли? Или мамонты, вот как погибли, когда в одниковый период там опять, что ли, заново надо тысячи лет проходить, чтобы опять там штаны надевать или рубашку, писать, учиться. Ну, жалко, конечно, этих опытов тысячелетних людей, сколько людей прошло, сколько великих людей написали на мудрости. Жалко всё это терять. Поэтому наша школа «Человек будущего» Homo Futurus с учётом прошлого, обсуждая, что же там главное, выделяет, что главное это вот это базовые общечеловеческие ценности, которые в каждом человеке. Да, и это наша надежда, потому что значит, мы все творцы, мы все одинаковые в этом смысле. Это наша надежда, значит, мы договоримся, раз это у нас лежит. Звёзды над нами и совесть внутри нас. До встречи, друзья! звёзды гривы,